это наша сибирь доброго времени суток друзья наша сибирь это наша сибирь новая сибирь теперь называется канал так тому и быть в субботу воскресенье и суббота и воскресенье вы поймете почему я его так назвал на то есть определенные причины я верю в новую сибирь в новую духовную сильную непобедимую на которой все будут равняться хочу так и буду к этому идти приветствую вас всех мир вашему дому пусть господь нас всех благословит чтобы хотелось сказать сегодня сегодня анонс я приглашаю вас наблюдайте субботу воскресенье я сейчас хочу отдать о чем я буду говорить значит первое открывая свой секрет перед тем как мне личную операцию все помните да я у меня прошла операция перед тем как личную операцию я получил ответ от губернатора новосибирской области губернатор мне ответил что с этим вопросом напрямую нужно обращаться к президенту российской федерации владимир владимирович путин что я сделал прослеживая в приложении почты россии я видел что 14 числа этого месяца письмо в кремль пришло было вручено в пару в двух словах о беспорядке в религиозном секторе о безобразии в религиозном секторе прошу не путать есть христианство а есть религиозный сектор разные вещи о чем там будет то все услышите там все услышите и я не зря вам всегда говорю и я оставлю опять в комментарии канал библия сегодня разоблачение секта то что говорит алексей алексеев обратите на это внимание все и все о чем он говорит на канале это истина и неровен час кто-то из вас и не говорите мне да не с нами это не случится кто-то из вас попадет туда и будет зомбированный а хуже уже там много детей зомбированных и еще много чего интересного в кавычках зачем церковь почему церковь кому принадлежит церковь чья она вообще бога ли она и почему она не служит народу то есть я буду говорить о том в принципе о чем я написал президенту российской федерации и так суббота воскресенье ребят смотрите а сейчас я вам оставлю одну интересную вещь есть один источник у меня один источник то есть вы знаете я посвящен только богу я в библии в библии но есть то место единственный источник который я время от времени слушаю коротко ясно по существу что происходит в мире украина на востоке и так далее но более всего интересуемого меня интересует вот украина наша соседка наша сестра которая и заменила нам сама не понимая того я сегодня хотел бы чтобы услышала украина и европейцы вы знаете мне много прислали сегодня моментов где европейцы хохочет из-за того что байден дал добро стрелять вглубь россии бить и хочется задать вопрос а чего ржать это не понял а смысле то есть вы европейцы и украинцы хохочете над тем что может развязаться глобальная ядреная батонная война но вы понимаете в худшем случае нас вообще никого не останется на этой земле чему тут радоваться но речь о другом мы сегодня опять же из того источника про который вам говорю черпанули и услышали еще так со стороны что почему-то зачем-то думают европейцы что россия бабахнет по украине а смысл а зачем россии это делать а теперь я вам объясню почему байден я сегодня реально молился взвешивался за и против понимал кто такой гегемон мне приходилось жизни общаться с людьми такими какими сегодня мы видим гегемона америку вашингтон который давно просит того чего он заслужил и так далее так вот что происходит почему дано разрешение в надежде что владимир владимирович путин даст команду ударить по украине этого не будет это наши соседи это такая же наша земля как и их земля украинцев зачем это нужно гегемону а это крайняя стадия обезбашенных людей которые понимают что они вложили бабки а вернуть же их не смогут вы представляете какие там деньги вложены были до того как и сейчас когда идет и своего какие они вложили деньги а теперь они говорят так но не нам значит никому и они же спят и видят и знаете что европейцы все европейские страны задумайтесь кто при кто находится в нато особенно подумайте кто ближе к россии кто давал деньги и кто давал вооружение украина никогда не будет земля украинская испорчено такого быть не может и самое главное понимаете да то есть ну мы не можем уже эти деньги вернуть так не достанься ты никому понимаете да вот из-за этого только пошло разрешение и я верю что с украины ничего не будет но те страны которые ближе а может быть и вашингтон кто попадет под раздачу это уже решать владимир владимирович на самом деле вот такая информация ну что ж канал новое время я игорь костровой так теперь называется канал и я постараюсь держать марку этого канала я вам отдам все новые встречи новые знакомства все что происходило в больнице и все что происходило после нее и привязывать это буду к тому что я прошел безобразие в религиозном секторе понимаете беззакония будьте благословенны мир вашему дому до встречи в субботу и воскресенье аминь